Друзья, с начала этого года я полностью исключил из своего рациона все рафинированные масла и перешел на нерафинированные. Почему? Давайте поговорим о современном растительном масле. В кулинарии достаточно популярно использование рафинированного масла для приготовления блюд, это обосновывается отсутствием характерного запаха у такого масла и цен. Но действительно ли этот продукт можно назвать маслом? Если говорить просто, то масло растительное рафинированное это продукт, прошедший глубокую очистку и обработку от различных примесей веществ. Рафинация достаточно трудоемкий процесс и осуществляется в несколько этапов. Масло рафинируют с целью повышения товарных свойств, например, отсутствие осадка, прозрачность, более длительный срок хранения. Но помимо очистки от примесей рафинированное масло лишается и полезных элементов, фосфатидов и витаминов. Такое масло не обладает свойственным маслу цветом, так как из него удаляется натуральный краситель, а также вещества, которые отвечают за запах и вкусовые качества продукта. С учетом минимального содержания полезных веществ рафинированное масло значительно уступает по характеристикам и пользе нерафинированному. Сегодня производство рафинированного масла, это целая бизнес-индустрия, в которой производители стремятся как можно больше получить прибыли при минимуме вложений. Время, требуемое на получение конечного продукта, значительно сократилось естественно в ущерб его питательным качествам и вкусовым характеристикам. После всех процедур по обработке масла на полке магазинов поступает мало того, что неполезный продукт, так еще и достаточно вредный. Вряд ли кто-то стремится ухудшить свое здоровье. Следовательно, такой продукт, как рафинированное масло, лучше исключить из своего рациона, ведь в нем содержание трансжиров достигает 25%. В природе они отсутствуют, и для организма остается большой загадкой, как с этими веществами справляться. В результате они накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к негативным последствиям и развитию заболеваний. Например, атеросклероза, рака, нарушение работы гормональной системы и других. Жарить на таком масле противопоказано, ведь под действием высоких температур, а раскаленная сковорода имеет температуру не менее 200 градусов, состав такого масла полностью изменяется, в нем образуются канцерогенные вещества, которые в процессе готовки впитываются в продукты и с ними поступают в организм. Так как же рафинируют масло? Первоначально оно подвергается механической очистке, которая предполагает устранение так называемых ненужных веществ из состава с помощью фильтрации. Далее осуществляется процесс нейтрализации масла. На этом этапе применяются щелочи с целью устранения жировых кислот. В результате такого воздействия происходит образование солей, которые убирают из продукта пигменты и фосфатиды, необходимые для качественного усвоения. Очищение масла с применением кипящей воды, гидротация. В результате такого действия фосфатиды выпадают в осадок. Для достижения максимальной бесцветности масла из него удаляются пигменты с помощью древесного угля и отбеливающей глины, рафинация адсорбционная. Дезодорация. Для этого масло проходит через вакуум с кипящим паром. Как следствие, в продукте не остается даже малой доли запаха или вкуса, присущего натуральному маслу. После всех этих мероприятий готовое масло фасуется и отправляется в продажу. Можно ли назвать такой продукт полезным? Природой все предусмотрено, и полезные элементы, и вспомогательные, для их усвоения вещества гармонично сочетаются в пище. Все процессы очищения нарушают эту гармонию и препятствуют насыщению организма необходимыми элементами. А сами продукты, потребляемые в пищу, уже являются неполноценными, так как лишены большей части необходимых элементов. Если вы следите за своим здоровьем и не хотите болеть, старайтесь жарить на натуральных жирах, которые не подвергались дополнительным обработкам. Например, топленое масло. А вообще старайтесь продукты больше варить, тушить, запекать, готовить на пару. И будьте здоровы!